В этот вечер я хочу вместе с вами обратиться к евангельскому повествованию, которое, наверное, можно назвать одним из самых ярких в жизни и служении нашего Господа Иисуса Христа и Его последователей, учеников и апостолов. Этот отрывок записан в Евангелии от Марка в 9 главе, с 1 стиха мы читаем, здесь сказано. По прошествии дней шести взял Иисус Петра, Якова и Иоанна и возвел их на гору высокую особо их одних и преобразился перед ними. Первый вопрос, который возникает по отношению к этому евангельскому повествованию, это вопрос, какой практический смысл и каково богословское значение всего того, что произошло там, как принято называть, на горе преображения. Но прежде чем мы продолжим размышления на тему этого отрывка, я хотел бы затронуть практический вопрос, и этот вопрос связан с нашей миссией, с миссиологией. Я думаю, у каждого из нас есть свой миссионерский опыт. Как сегодня в большинстве случаев реагируют на весть, на информацию, на тот евангельский материал, который мы предлагаем людям. К большому сожалению, очень часто, очень многих людей это не интересует. Им это не интересно, для них это неважно, незначимо, это не их выбор. Как часто мы видим, что наши газеты мы находим в мусорных корзинах. Почему? Почему нам, как, если можно так сказать, маркетологам христианства, порой не удается, образно говоря, продать наш товар, чтобы им заинтересовать окружающих. Мы с вами живем в эпоху культа потребления. Сегодня у каждого человека очень широкий выбор. Поэтому человек сегодня спрашивает, почему я должен покупать именно этот автомобиль, почему я должен покупать именно это устройство, почему я должен читать именно эту книгу, почему я должен смотреть именно эту программу. Подобная ситуация и в религиозном мире сегодня очень много точек зрения. Сегодня мир наводнен различными мировоззрениями. Поэтому люди, которые не исповедуют христианскую религию, они зачастую задаются вопросом, а почему мы должны исповедовать именно христианство? Сегодня человек мыслит прагматично, и вот один автор, говоря на эту тему, он призывал, он говорил, привлеките внимание к вашему товару, говорите о том, что может дать Христос и что может дать христианство. Он дальше говорит, надо рассказать людям, в чем преимущество, в чем выгода, польза, привилегия, благо и исключительные права христианства. Да, это так, когда мы начинаем людям говорить о преимуществах нашей религии, о преимуществах христианства, что обычно они нам отвечают? Нам говорят, а что верующие никогда не умирают? А что у верующих никогда нет никаких заболеваний? А что у верующих никогда нет семейных, финансовых или каких-либо других проблем? Я уже долгое время общаюсь с одним из подобных представителей, пожилой человек на соседней улице, и очень часто мы ведем с ним подобные диалоги, и он мне зачастую задает вопрос. Вот вы призываете идти вслед за Иисусом Христом. И что от этого увеличится моя пенсия? От этого лучше станет мое здоровье? Он говорит, я живу здесь и сейчас, я в буквальном смысле слова этого выживаю. И что из всего этого насущного на сегодняшний день может дать мне Христос? Он говорит, на сегодняшний день он не дал мне ничего. И знаете, когда Христос призывал своих последователей, он всегда честно, он всегда правдиво говорил о том, что ждет его последователей. Христос всегда открыто говорил о том, какое преимущество быть его последователем, какое преимущество, какая привилегия быть его учениками. И вот непосредственно перед событиями на горе Преображения Христос произнес свое программное заявление, и в Евангелии от Марка, 8 главе, в 34 стихе мы читаем. «И подозвав народ с учениками своими, сказал, кто хочет идти за Мною, отвергни себя, возьми крест свой и следуй за Мною». Какова цель данного заявления Иисуса Христа? Цель этого заявления заключается в том, чтобы помочь каждому последователю Иисуса Христа четко понять тот тип ученичества, которому призывает Иисус Христос. Каким видимым символом является символ христианства? Крест Иисуса Христа стал символом христианской религии. Почему? Потому что в основе христианства лежит принцип креста. Принцип креста – это идея узкого пути, о котором говорил Иисус Христос. Принцип креста – это идея самоотречения, о котором он говорит в данном тексте, который мы прочитали. И принцип креста – это идея лишений и страданий ради Иисуса Христа. В христианстве неотъемлемо существует суровый принцип – что Христу, то и Его последователям. В Евангелии от Матфея, в 10 главе, мы находим еще одно суровое заявление Иисуса Христа. Мы помним, Христос говорил, «Не мир пришел я принести, но меч, ибо я пришел разделить человека с отцом его и дочь с матерью его». Меч истинный порой разделяет нас с нашими близкими, с нашими родными, и как много переживаний и боли приносит нам подобное разделение. О чем говорит Христос во всех этих перечисленных заявлениях? Христос говорит в данных текстах о цене ученичества. И надо сказать, что на протяжении всей истории верующим приходилось платить самую высокую цену за их веру. Верующим приходилось платить свободой, репутацией, своей работой, своими семьями, и, конечно же, порой приходилось платить за веру своей жизнью. Замечаете, все, что мы сейчас перечислили, это самое ценное, это самое дорогое, и это самое главное, что есть в жизни человека. Автор послания к евреям запечатлел, он говорит о трагической судьбе христиан вот в этих известных перечислениях. Он говорит, «Иные же были замучены, другие претерпели надругательство и побои, узы и темницу, были побиваемы камнями, перепиливаемы надвое, подвергаемы пытке, терпя недостатке, скорби и озлобления». Знаете, эти строки даже читать порой сложно, но это реальная, суровая, трагическая судьба истинных христиан во все века. Вот здесь я хочу вернуться к вопросу, можно ли подобную перспективу назвать преимуществом, назвать привилегией, назвать благословением? Наоборот, не является ли это слабой стороной христианства, и как многие об этом говорят? Вот что говорит по поводу учения Иисуса Христа датский философ Сирен Киркегор. Он говорил, «Христос принес себя в жертву лишь за тем, чтобы тех, кого Он любит, и дальше Он как бы несколько иронично говорит, чтобы сделать столь же несчастными, как и Он Сам. И если ты самый несчастный из всех несчастных, и хочешь, чтобы тебе помогли, чтобы ты стал еще более несчастным, тогда иди к Нему, Он тебе в этом поможет». Вот поэтому уже с самого начала принцип креста не воспринимали как здравое учение. Условия следования за Христом всегда возмущали, и по сегодняшний день возмущают естественный разум. Чем стало проповедь о кресте? Мы помним высказывание апостола Павла. Он говорит, «Ибо слово о кресте стало и родством, оно стало камнем преткновения, оно стало для многих соблазном». И знаете, учение Иисуса Христа так и останется для многих непривлекательным. Учение Иисуса Христа так и останется серьезным камнем преткновения, серьезным соблазном, до тех пор, пока мы не войдем в мир божественного, особого откровения, и не посмотрим на учение Иисуса Христа, не посмотрим на окружающий нас мир глазами самого Бога и глазами нашего Господа Иисуса Христа. Давайте вернемся к евангельскому отрывку, который мы зачитали вначале. Для чего Господь Бог позволил трем избранным ученикам пережить особый опыт на горе преображения? Мы знаем, что в жизни и служении Иисуса Христа ни один сюжет, ни один эпизод, ни одно деяние не было случайным, не было напрасным. И вот для того, чтобы понять это событие, важно рассмотреть контекст, важно увидеть и важно понять ту ситуацию, в которой оказались ученики Иисуса Христа на тот момент. Когда мы читаем Евангелие для отварка, мы можем заметить, что евангелист Марк очень редко указывает точное время. Он обычно прибегает к таким общим фразам – тогда, потом, в те дни. И вот очень заметно, что во втором стихе девятой главы евангелист Марк на редкость точен. Он точно указывает временные рамки. И он говорит, по прошествии шести дней взял Иисус Петра, Иоакова, Иоанна и возвел их на гору высокую. Вот возникает вопрос, о каком событии желает напомнить автор, когда говорит по прошествии шести дней? Что произошло шесть дней тому назад? События на горе преображения записаны в девятой главе, как мы уже сказали. А ранее, в конце восьмой главы, Иисус впервые, мы помним, произносит речь о сути своего мессианства. А потом, сразу после этого, Он произносит о том, какой тип ученичества Он предлагает Его ученикам, Его последователям. И вот в восьмой главе Иисус заявляет, что Ему должно пострадать, быть отвержену и быть убитым. То же самое ждет и Его учеников, Его последователей. Иисус говорит, что они должны также понести крест, другими словами, также их жизнь закончится мученической смертью. И дальше Он говорит, в 34-35 стихах, они должны потерять душу свою ради Него и ради Евангелия. Чем вот эти заявления были в тот момент для учеников Иисуса Христа, для Его последователей? То есть мы можем предположить, что для них это было настоящим потрясением. Они совсем не ожидали такого страдающего мессию. И они совсем не мыслили о таком типе ученичества. И вот невольно в их сознании возникал мучительный вопрос. Есть ли смысл в этих, казалось бы, совершенно бессмысленных жертвах? Есть ли истина в этих, казалось бы, совершенно странных словах Иисуса Христа? Есть ли смысл вот в этой жизненной программе, которую предлагает Иисус Христос в то время, когда нас всегда и во все века призывали к самоутверждению, в то время, когда Иисус Христос призывает к самоотречению и самоуничижению? Как вы думаете, что происходило в тот момент в душе, в сердцах последователей Иисуса Христа? И вот Вестница Божия в книге «Желание веков» пишет, она говорит, спаситель видел их сомнения, он видел их колебания, он видел их тревогу, он видел их мучительные вопросы, которые, возможно, были невысказанными. И дальше посмотрите, что сказано. И тогда в молитве он просит Отца показать им свою славу и славу будущего мира. Понимаете, события на горе преображения – это ответ Бога на ту борьбу, на те сомнения, на те колебания, на те мучительные вопросы, которые на тот момент были в душах и в сердцах учеников Иисуса Христа. И вот далее, во втором и в четвертом стихах девятой главы, описано уникальное событие, описан уникальный опыт учеников Иисуса Христа и самого Иисуса Христа. И мы читаем. «И преобразился пред ними, одежды его сделали блистающими, весьма белыми, как снег, как на земле белельщик не может выбелить. Явился им Илья с Моисеем, и беседовали с Иисусом». Нам знаком этот евангельский сюжет. Вы не задавались вопросом, почему вот в той ситуации, в этом эпизоде, этим трем избранным учениками, непосредственно Господу Иисусу Христу, ну скажем, не явился ангел Гавриил, как он явился Даниилу. Почему в этом моменте, в этом эпизоде явились именно Илья и Моисей? В послании к евреям, в 11 главе, мы находим следующее высказывание. «Верою Моисей лучше захотел страдать с народом Божиим, нежели иметь временное греховное наслаждение. И поношение Христова почел для себя большим богатством, нежели египетские сокровища». Вот здесь снова же, как понять? Любой человек, каждый из нас, если нам представляется выбор, страдать или не страдать, что мы обычно выбираем? Это риторический вопрос. Мы пытаемся избежать страданий. К тому же, мы знаем, сегодня в археологических раскопках находят несметные сокровища египетских фараонов, кем мог, собственно, стать, возможно, и Моисей. Но текст говорит, что Моисей сравнил, он взвесил, и, сказано в тексте, отобрал лучшие. Возникает вопрос, почему страдания, поношение Христова Моисей почел большим для себя преимуществом, нежели несметное богатство, слава и неограниченная младь, собственно, то, к чему сегодня широкими вратами и широким путем стремится каждый практически человек на этой земле. Почему страдания и поношение Христова он почел для себя большим богатством, нежели земные богатства, власть и слава? И вот ответ сказано, ибо он взирал на воздаяние. Моисей, мы знаем, в своем жизненном опыте пережил вот в тот момент очень серьезное испытание. Только он, наверное, один знает, какой ценой ему далось вот это решение. Но сказано верой, потому что он помещен в галерею веры, в этих мужей, праведников веры. Написано верой, он стал победителем в этом сложном испытании. И, как мы знаем, действительно он получил воздаяние. Где сегодня Моисей? Поэтому именно он, Моисей, сошел туда, на гору, чтобы стать живой иллюстрацией, чтобы стать живым свидетелем того, что жертва ради Христа, она не бессмысленна, она не напрасна, она имеет великую награду и имеет воздаяние. И вот здесь, в этом сюжете, мы видим, что да, для Моисея вот это обетование Бога, оно исполнилось. Но давайте вернемся снова к ученикам. Они, собственно говоря, находились в том еще состоянии колебания, мучительных вопросов. Они еще в тот момент не имели этого обетования. Поэтому, что в этой ситуации делает Господь? Мы еще один текст читаем. Первый стих 9 главы Христос говорит. Говоря непосредственно о событиях на горе Преображения, он, обращаясь к ученикам, говорит, истинно, истинно, говорю вам, есть некоторые из стоящих здесь, это высказывание непосредственно перед тем, как они отправились на гору Преображения. Он говорит, есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божие, пришедшее в силе и славе. И вот здесь мы видим, что Господь представляет или допускает избранным трем ученикам пережить вот этот уникальный опыт. Что, по сути дела, позволил Господь пережить этим трем ученикам? Он позволил им прикоснуться к воздаянию. Не вкусив смерти, как говорит Иисус Христос, Он позволил им в миниатюре пережить состояние встречи со славой неба. Ученики смогли вот на это мгновение пережить вот это блаженство рая, вечного царства. На миг они оказались в присутствии самого Бога и неба, и всех небожителей, которые пришли на тот момент к Нему. И вот мы помним, какова была реакция апостола Петра. Он говорит, при всем Петр сказал Иисусу, Рави, хорошо нам здесь быть, сделаем три кущи, тебе одну, Моисею одну и одну Ильи. Праздник кущий. На что он указывал? Праздник кущий указывал как раз вот на это последнее событие, когда народ Божий будет вместе с Господом жить в кущи и будет видеть его лицо. И вот эти слова «хорошо нам здесь» – это выражение наивысшего блаженства в присутствии Бога, потому что сам Бог посетил то место, а также небожители. И вот, находясь в этом состоянии, я хотел бы подметить еще один важный момент. Что желает Петр? Чего желает особо Петр? Мы видим, желает он остановить время, и он говорит, Господи, давай мы здесь останемся. Давай мы уже не будем покидать этого места, давай мы не будем возвращаться в эту проклятую реальность, в которой мы находились до этого. Давай мы останемся уже навечно, навсегда в присутствии Отца Небесного и в присутствии небожителей. То есть Петр желает остановить вот этот бег времени, он желает остаться в вечности, в присутствии Бога и небожителей, и остаться там навечно и навсегда. Что есть гора преображения? Мы задавались вначале вопросом, каков богословский смысл этого повествования? Гора преображения – это ответ Бога на вот эти трудные, мучительные вопросы, которые были в сердце его последователей. Это ответ Бога на то, почему путь Христа – это небессмысленная жертва. Это ответ Бога, почему лишение ради Христа – это преимущество. Я хочу зачитать ряд евангельских текстов. В книге Откровения, в третьей главе, в 21 стихе сказано, Христос говорит, «Побеждающему дам сесть со мной на престоле моем, как и я победил и сел с Отцом моим на престоле». Вот здесь я хочу отметить, что сидеть со Христом на престоле Отца – это обетование Бога – это особое преимущество, это особая привилегия лишь только того. Вот ответ, в чем привилегия и особое, исключительное преимущество христианства. В Евангелии от Матфея мы читаем, тогда Петр сказал Христу, «Вот мы оставили все и последовали за тобою, что же будет нам?» Или же вот, если перефразировать этот вопрос, «Каков смысл во всех этих лишениях и страданиях, и мученической смерти?» Иисус же сказал им, «Истинно говорю вам, нет никого, кто оставил бы все ради меня и Евангелия, и не получил бы вас сто крат в грядущей жизни вечной». И уже в Нагорной проповеди, мы помним, Иисус Христос говорит, «Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царствие Небесное. Блаженны вы, когда будут поносить и гнать вас». Казалось бы, какое блаженство в этом? Он говорит, «Радуйтесь и веселитесь». Почему? Потому что велика награда ваша на небесах. Ради чего ученики шли на самоотречение и на самопожертвование? Я задавался неоднократно вопросом, что было их мотивацией, когда они с легкостью готовы были отказаться от самого ценного, от жизни, которая есть и которая была у них. Потому что, как сказано опять же, в этой 11 главе «Послание к Иереме», они ожидали города, художникам и строителям, которого является Бог. Они отвергали сребреники, они отвергали все искушения, они не шли на компромиссы и на уступки этого мира. Для них не существовало компромиссов, где нужно было платить Иисусом Христом. Наоборот, они платили своей жизнью за возможность идти за Иисусом Христом до самого конца. И вот здесь надо сказать, что часто в жизни мы сожалеем о каких-то потерях, о том, что мы пошли не по правильному пути, о том, что мы сделали неправильный выбор. Скажите, пожалели ли последователи Иисуса Христа, что они пошли вот этим? У них был выбор пойти либо по широкому пути, как Иисус говорит, по которому идет весь мир. Или Он говорит, много званых, но мало избранных. И пойти по вот этому узкому, тернистому пути решения и страдали. Пожалели ли они о своем выборе? Нет, не пожалели. На фоне небесного блаженства все земные ценности, они теряют свою привлекательность и свою ценность. Надо сказать, что вся христианская жизнь, она бессмысленна, конечно же, многие говорят, она бессмысленна с ее решениями, если она может только отнимать. Но что она может отдавать? И вот мы прочитали, какие удивительные обетования дает Христос. Мне нравится еще это обетование удивительное, которое дает Иисус Христос. Он говорит, кто свою жизнь потеряет, парадокс, очередной парадокс высказываний из-за явления Иисуса Христа. Христос говорит, кто свою жизнь потеряет, тот ее спасет. С Иисусом Христом апостолы, казалось бы, все потеряли здесь, на этой земле, но с ним они все нашли. Они отказались от конечного, от временного, от приходящего, от тленного, но они обрели бесконечное и бесценное, смотря на воздаяние. Потому что подлинная жизнь, по словам Иисуса Христа, это жизнь будущего века. И вот повествование о событиях на горе Преображения заканчивается следующими словами. «И явилось облако, осеняющее их, и из облака ишел глаз глаголющий, глаз самого Отца Небесного. Сея есть, Сын мой возлюбленный, его слушайте». Опять же, в дополнение к тому, что они пережили, потому что мы говорили о эмоциональном переживании, когда Петр говорит, «Хорошо нам здесь быть». Они здесь получили еще и подтверждение для своего разума. Они услышали непосредственно глаз Бога, глаз самого Отца Небесного. И вот для того, чтобы удалить сомнение в личности Иисуса Христа, чтобы удалить сомнение в истинности Его слов и в том, что действительно есть смысл идти на подобные жертвы, Господь как бы ставит свою вот эту вербальную печать, Он произносит вот этот глаз с неба, «Сей Сын мой возлюбленный, его слушайте». И Он Сам непосредственно дает свидетельство о Его Сыне и о Его обетованиях. И вот теперь я хочу опять же подметить этот момент. Мы говорили о том, что Моисей и Илья, они были живыми свидетелями. И вот здесь, как и Моисей, как и Илья, ученики также становятся живыми свидетелями для всех последующих поколений, потому что они, во-первых, пережили в миниатюре вот это блаженство воздаяния, блаженство в присутствии Бога. И уже мы помним, что апостол Иоанн, как живой свидетель, скажет уже позже в своем послании первом, что мы видели, мы свидетельствуем и возвещаем вам сию жизнь вечную, которая у Отца и явилась нам. И сие пишем вам, чтобы радость ваша была совершенной. Я хочу сказать сегодня еще об одном свидетели. Что интересно, то, что пережили однажды ученики Иисуса Христа, апостолы на горе преображения, подобный опыт, и мы чуть позже попробуем провести параллели, подобный опыт пережила однажды Вестница Божия. Вот что она пишет о своем первом видении в книге ранее произведения. Она говорит, когда мы молились, сила Божия сошла на меня. Мне показалось, что я окружена светом и поднимаюсь все выше и выше над этой землей. И далее она описывает то, что она опять же видела, и то, что она переживала, пребывая в видениях в обители неба. Она говорит, когда мы шли, уже находясь в будущем видении в этом небесном пространстве, она говорит, когда мы шли, нам встретилась группа людей и обратила внимание, что их одежды отделаны по краям красной каймой, их венцы сияли, а облачение было белоснежным. И вот посмотрите, она опять же удостоилась иметь уникальный опыт. Она видит самого Христа, она общается с Ним лицом к лицу, и она говорит, я обратилась к Иисусу Христу и спросила, кто эти люди. И Христос ответил, что это мученики, которые отдали за Него свою жизнь. Вот она пишет, среди сон моих скупленных, она говорит, я видела, есть и апостолы Христа, здесь героический Павел, здесь пламенный Петр, любящий, любимый Иоанн и их преданные собратья, а вместе с ними огромное множество мучеников. И вот она дальше пишет, она продолжает, Бог показал мне великую награду, которую получат ожидающие Господа. Святым Божиим предстоит перенести много испытаний. И мы видим, что сегодня уже это время мы испытываем на себе, мы видим, сколько сегодня уже трудностей и проблем мы уже несем каждый день, и нас окружает уже много испытаний. И во все времена они были, но мы видим, что в правительском зоре эти испытания в последнее время будут настолько тяжкими, как не было со времен апостола. И она пишет, Святым Божиим предстоит перенести это время испытаний. Но она цитирует опять же апостола Павла и говорит, но нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славой, которая откроется в нас, смотрящих не на видимое, а на невидимое, ибо видимое временно, а невидимое вечно. Ценно лишь только то, что вечно. И, конечно же, не ценно то, что тленно и временно. И она продолжает. Уверяю вас, дорогие собратья в Господе, что эта чудесная страна существует. Она говорит, эта чудесная страна реальность, это не миф, это не выдумка, это не вымысел некоторых писателей. И дальше она говорит, и каждый из нас может войти в нее, в эту обитель, и может обладать ей. Она продолжает, любуясь великолепием сего места, она говорит, мы старались вспомнить самые тяжелые наши переживания, но они показались настолько ничтожными по сравнению с превосходящей все небесной славой, что мы ничего не могли ответить, а только воскликнули. Аллилуйя! Как просто попасть в вечность! Удивительные вещи, говорит далее она, виденные мной, невозможно описать человеческим языком. О, если бы я умела говорить на языке хананском, тогда я хотя бы немного рассказала о славе лучшего мира. Дальше она говорит, Христос обратился ко мне и сказал, ты должна вернуться на эту землю, чтобы рассказать другим то, что я показал тебе. И дальше она говорит о своих чувствах и переживаниях, когда она уже возвратилась в эту реальность, в которой мы сегодня находимся. Она говорит, когда окончилось это видение, «Я заплакала, когда увидела себя снова на этой земле, и меня охватило щемящее чувство грусти по моей небесной Родине». Она говорит, «Я видела лучшую страну, я видела лучший мир». Что общего в опыте апостолов, учеников, последователей Христа и в опыте Вестницы Божией? И те, и Вестница Божия, они стали живыми свидетелями. Свидетельство – это очень и очень важное явление в нашем мире. Свидетели всегда говорят, мы видели, мы слышали, мы прикасались, мы можем засвидетельствовать. И они засвидетельствовали, они сказали, мы видели этот лучший мир, мы видели эту удивительную страну, и она реальна. И еще хотел подметить параллель. Совпадают и их особые желания, Вестницы Божией и апостолов. Они хотели остановить время и остаться в том лучшем мире, который по сравнению с этим ничего не стоит и ничего не значит. И вот о чем надо сказать. Пережив вот эти уникальные события, пережив вот этот уникальный опыт, они навсегда стали пленниками неба. Они навсегда утратили, как сегодня мы зачастую привязываемся к этому миру, но они навсегда утратили привязанность к этому миру. Все их желания, все их стремления, все их цели были направлены на что? Весь их взор был направлен только на город, художником и строителем, которого является Господь Бог. Несколько слов в конце я хотел, чтобы мы вспомнили о таком состоянии, которое мы зачастую переживаем. Знакомо ли вам состояние или чувство ностальгии? Бывает ли так, что мы возвращаемся в родной город, в родное место, в родной дом, к родным людям, когда мы вспоминаем свою школу, своих школьных друзей? И вот, что переживает человек каждый раз, когда испытывает вот это щемящее чувство? И почему человек испытывает зачастую порой вот это чувство ностальгии? Потому что это время и место, когда человеку было хорошо. Человек не желает вспоминать то, и не стремится, не вспоминает, и не ностальгирует о том, когда ему было плохо. Человек всегда вспоминает то время и место, когда хорошо было, когда он чувствовал себя в безопасности. Вот почему человек зачастую переживает вот это состояние. Но надо сказать, что ностальгия, она бывает не только по земным вещам. Надо сказать, что все скорби мира это не что иное, как и есть вот это томление, вот эта ностальгия по лучшему миру, по вот этому утраченному родному дому, где есть присутствие Бога и где нет никаких следов проклятия. Вот надо сказать, что наш мир, в котором мы живем и к которому многие привязали, которые считают, что это единственный их дом, надо сказать, что наш мир это чуждая для нас реальность. Мир, в котором мы живем, это не наш дом. И часто апостолы говорили, вы странники, и мы странники, и пришельцы. Мы здесь только проходящие люди, и мы все лишь идем к конечной точке. Родина, человечество, это тот потерянный рай, который мы однажды утратили, который Господь желает нам возвратить. Итак, давайте вернемся к первоначальному вопросу. Есть ли преимущество следовать за распятым, поруганным Иисусом Христом? И апостол Павел говорит в послании к римлянам. А если мы дети, то и наследники, наследники Божьи, со-наследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться. Следование за Христом распятым, это следование за Христом победителем. Следование путем Христа, это следование путем прославления. Иисус Христос в своем учении, порой учение, которое является, как мы сегодня подметили, камнем преткновения, но именно в этом своем небесном учении Он говорит о том, что все, что здесь на этой земле, оно конечное и временное. И вот в этом своем учении Он учил нас не привязываться к этому временному и конечному, и Он учил в своем учении взирать на воздаяние на тот город, который Он приготовил для своих возлюбленных. Сегодня люди пользуются зачастую гарантиями. Мы на все хотим, чтобы у нас были гарантии. Какие гарантии нам сегодня дает мир? Никаких. Где сегодня фараон со всеми его несметными богатствами, с славой, с его роскошью, с его властью? Не осталось и никаких следов. Но мы сегодня вспоминали об опыте Моисея. Где сегодня Моисей? Моисей сегодня в лучшем мире. Моисей сегодня жив и жив его пример. Поэтому давайте последуем примеру нашего Господа Иисуса Христа. Давайте последуем примеру Моисея, который на своих жизненных путях пережил непростое испытание, но остался победителем. Давайте последуем примеру апостолов, учеников Иисуса Христа, которые стали пленниками неба, которые смотрели также на воздаяние. Давайте будем подражать им в решении вопросов, когда нам предстоит делать порой непростой выбор. Давайте будем сохранять в нашем сердце надежду на этот вечный мир. И не будем нашим сердцем привязываться к этому миру земному. И как говорит апостол Павел в постраде и к временам, давайте будем сохранять упование, ибо живому упованию предстоит великое воздаяние. В конце я хочу зачитать очень кратко последний абзац книги «Великая борьба». Эта глава называется «Конец борьбы». Великая борьба окончена, греха и грешников больше нет, вся вселенная чиста, в бесчисленных творениях бьется один пульс согласия и радости, от мельчайшего атома до величайшей галактики все воодушевленное и неодушевленное в своей необращенной красоте и совершенной радости провозглашает Бог есть любовь. – Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok